Вот наверху, наверху, еще наверху есть. Из окон кухни Альберта Гарифулина открывается вид на молодые березы. Однако всю красоту природы портит мусор, застрявший в ветках. Деревья увешаны, использованными подгузниками для взрослых. Вот три штуки осталось. До сих пор неприятно нам. Внука приходит, что это там торчит, мне как объяснить. Как я детей своих внуков воспитываю, что творится у нас. Средства личной гигиены принадлежат покойной старушке с девятого этажа, которая проживала с двумя сыновьями, рассказывают люди. Вместо того, чтобы воспользоваться мусоропроводом, домочадцы, не утруждая себя, весь хлам сбрасывают с окна. Полтора месяца назад жильцы пытались образумить непорядочных соседей. Спросить хочу, когда вы уберете памперсы свои, которые на деревьях висят как в флаге. Молодя, открой, пожалуйста. Что он мне откроет? Использованных подгузников на деревьях пенсионер насчитал аж 15 штук. Большинство уже снесено порывами ветра. Альберт Матегулович готов сам убрать мусор с веток берез, если ему для этого предоставят лестницу. От зеленхоза можно заказать лестницу. Не бабы. Я сам спилен был. В ЖЭКе об этой проблеме знают и даже проводили профилактическую беседу с жильцами. Неуважение соседей. Вот и все, что я могу сказать. Каждый должен соблюдать интересы соседей. Каждый собственник. А тут интересы соседей не соблюдаются. Ему так удобно в окно кидать. Вот и все. Надо специально заказывать вышку. Вот что я могу ответить. Это высота. По деревьям мы не лазим. Коммунальщики пообещали, что в ближайшее время они попытаются убрать весь мусор с деревьев. Застрявшие в ветках подгузники они снимут через окно с помощью длинной палки. А пакеты, которые висят на самом верху, скорее всего, так и останутся. Алина Сидорова, Алексей Шатунов, Эфир 24. От заката до рассвета. Сегодня в 23.30. На телеканале Эфир. Продолжение следует.